Привет, друзья! Остались считанные дни до выхода нового топового защищённого смартфона Alkitel WP30 Pro, который, вероятно, делает много шума в своём классе. И уже сейчас, в этом видео, я познакомлю вас с этим аппаратом подробнее, ибо компания Alkitel мне его предоставила. И, в свою очередь, я хочу, чтобы по этому обзору вы смогли лучше понять, подходит вам этот смартфон или нет. Старт продаж Alkitel WP30 Pro состоится 11 ноября и пройдёт вплоть до 17 ноября. В первый день продаж у вас есть возможность сэкономить, и за счёт купонов продавца вы можете приобрести аппарат за 300 долларов вместо 340. Поскольку аппарат относится к категории топовых защищённых смартфонов, то столь дорогостоящий статус просто обязывает его иметь достойные характеристики, и, в общем-то, они полностью соответствуют его статусу. Аппарат может работать в сетях 5G, имеет большой 6,78-дюймовый дисплей с Full HD Plus разрешением, оснащён новым процессором Dimensity 8050, 12 ГБ оперативной памяти и 512 внутренней, имеет 108-мегапиксельную основную камеру и 32-мегапиксельную фронтальную, оснащён всеми популярными навигационными системами, GPS, GLONASS, GLONASS и Beudo, имеет поддержку двух сим-карт, мощную батарею на 11 000 мАч и сканер отпечатков пальцев. Комплект поставки, друзья, меня также в этом аппарате очень удивил. Конечно же, не тем, что здесь имеется адаптер питания. Было бы, наоборот, странно, если бы его здесь не было. Но его мощность меня просто поразила. 120 Вт. Просто у меня ноутбук заряжается от 45-ваттного адаптера, поэтому удивительно видит такой массивный, тяжёлый адаптер в комплекте со смартфоном. Тем самым, от 0 до 50% аппарат заряжается всего за 15 минут. И чтобы полностью смартфон зарядить, на это уйдёт менее часа по времени. То есть, действительно, топовые показатели. Также в комплекте есть кабель USB Type-C, сопроводительная документация. Ну и на экране имеется заводская защитная плёнка. Привычного ключика для лотка сим-карты здесь нет, потому что лоток открывается без использования подручных средств, что очень удобно, особенно когда вы находитесь где-нибудь на природе и хотите поменять сим-карту. Более того, аппарат поддерживает eSIM, которую можно использовать вместо второй физической сим-карты. Поддержки карт памяти нет, но думаю, что какой-то необходимости в этом также нет, учитывая, что здесь 512 гигабайт внутренней памяти стандарта UFS 3.1. Такой же стандарт используется на базовой версии флагмана Samsung Galaxy S23. То есть, это действительно молниеносная скорость до 1800 мегабит в секунду. Также с левой стороны чуть выше расположена оранжевая кнопка действия, на которую можно запрограммировать до трёх различных функций. Вы сами выбираете те функции, которыми чаще всего пользуетесь. Я подозреваю, что одной из такой функций будет оперативное включение фонарика. С правой стороны аппарата находятся клавиши регулировки громкости, а также кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца. Срабатывает он корректно и очень быстро, даже при лёгком прикосновении. И это практичнее, если бы, например, кнопка была расположена в экране. Тем более, что здесь речь идёт у нас о защищённом аппарате. Разблокировка по лицу в аппарате также имеется и срабатывает корректно. На нижнем торце под резиновой заглушкой расположен разъём Type-C для зарядки, а также микрофон, элемент для крепления ремешка и один из двух мультимедийных динамиков. Да, друзья, здесь стереодинамики, второй находится на верхнем торце. Ну и тыльная часть аппарата также выглядит особенно, в основном за счёт второго экрана, выполненного в виде смарт-часов. Aukitel продолжает развивать эту тему и, на мой взгляд, делает это весьма успешно. Справа от экрана находится 20-мегапиксельная камера ночного видения и 5-мегапиксельная макро. Слева основная 108-мегапиксельная камера, вспышка и инфракрасные датчики для камеры ночного видения. Спинка аппарата имеет гладкое карбоновое покрытие, которое делает дизайн аппарата более богатым, практичным. Никаких отпечатков пальцев на таком покрытии вы не увидите. Выполнен аппарат из прочного прорезиненного пластика с металлическими вставками по бокам. Ну а дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 5. Что касается защиты в целом, то она здесь полноценная. Аппарат прошёл испытания по военному американскому стандарту Milos CD810H. То есть он выдерживает падение с небольшой высоты, повышенную влажность, перепады температур и прочее. Также аппарат сертифицирован по стандартам IP68 и IP69K. То есть полностью защищён от пыли и воды, включая струи под давлением. Так что Oukitel WP30 Pro это надёжный аппарат, которым вы можете пользоваться в любой точке мира. Что касается габаритов, то они по сравнению с обычными смартфонами при толщине 19 мм и весе 414 грамм кажутся внушительными. Но для класса топовых защищённых аппаратов вес 400-500 грамм это обычная история. Так что для постоянных пользователей подобных устройств сюрпризов в этом плане никаких не будет. Следующее о чём я хочу поговорить это дисплей и давайте начнём пожалуй с дополнительного 1.8 дюймового. С помощью которого можно не только смотреть время, но также принимать или отклонять вызовы. Смотреть уровень заряда батареи, уведомления. Управлять музыкальным плеером, камерой. Есть компас, который безусловно всегда может пригодиться. Ну и при выборе подходящего циферблата вы также можете пользоваться шагомером. Всего имеется 20 циферблатов, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий для себя. В настройках смартфона имеется пункт «Мини-скрин», в котором находятся расширенные настройки дополнительного экрана. Такие как время работы, подсветка, управление шагомером, возможность включения дополнительного экрана вместе с основным. Разблокировка по двойному тапу, отображение вызова при входящем звонке, выбор приложений, от которых вы хотите получать уведомления на дополнительном экране. Также можно выбрать подходящий музыкальный плеер, включить или выключить звук при фотосъёмке, ну и выбрать разрешение снимка. Максимум 3264 на 2448, то есть это 8 мегапикселей, как для основной, так и для фронтальной камеры. В целом второй экран это очень хороший бонус, который делает использование смартфона более удобным, комфортным. Плюс это необычно смотрится и позволяет выделять вас из серой массы. Выглядит это действительно необычно, с карбоновой спинкой часы замечательно гармонирует. Основной экран аппарата также очень хорош, он выполнен по технологии IPS и при ганале 6,78 дюймов, имеет разрешение 2460 на 1080 пикселей. Он имеет очень быструю и плавную анимацию, благодаря поддержке высокой частоты обновления экрана 120 Гц. Она здесь не динамическая и вы вручную выбираете на какой частоте работать, 60, 90 или 120. Я думаю, что выбор очевиден. Из плюсов экрана также отмечу очень хорошо работающую адаптивную яркость. За всё время использования аппарата мне ни разу не приходилось её понижать или повышать вручную. Максимальная яркость экрана составляет 430 нит, что является средним показателем. На улице видимость хорошая, но это главное. Ещё важно отметить отличное соотношение экрана к корпусу, который составляет 85% и это, пожалуй, лучший результат в своём классе. Рамки, учитывая, что перед нами защищённый смартфон очень маленький, плюс производитель разместил здесь O-образный вырез под фронтальную камеру. В большинстве случаев в подобных аппаратах мы видим каплю. В общем, по экрану всё замечательно. Предлагаю двигаться дальше, поговорить о программном обеспечении. Хотя здесь всё стандартно. Android 13 плюс некоторые незначительные настройки, типа вездесущего приложения DuraSpeed, которое отвечает за фоновые процессы. Ну и, конечно, здесь имеется ящик с полезными инструментами, такими как компас, швомер, настенный уровень и прочими. Думаю, что многим также будет здесь весьма полезен системный менеджер, который позволяет очистить аппарат от мусора, блокировать либо замораживать приложение, а также быстро входить в режим суперэнергосбережения. Помимо этого, имеются такие приложения, как шагомер, детский и игровой режим, а также простой режим. Также хочу отметить возможность управления аппаратом при помощи сканера отпечатков пальцев. Такая возможность имеется и настраивается в специальном пункте, который так и называется отпечатки пальцев. Вы можете с помощью сканера отпечатков пальцев вернуться на предыдущую страницу, на главный экран при удержании, открыть список приложений, снять фото и видео, а также ответить на звонок. Помимо этого, имеется пункт Smart Assisting, где можно настроить управление жестами. Думаю, что многие особенно оценят опцию пробуждения жестом. Здесь очень много всяких возможностей, начиная с разблокировкой по двойному тапу и заканчивая быстрым доступом к различным приложениям и функциям. Например, для того, чтобы перейти к настройкам, на выключенном экране просто рисуем английскую букву S, доллар и все. А если вы хотите включить FM-приемник, рисуем букву W. Правда, для радио еще необходимо подключить наушники, которые будут служить в качестве антенны. Только не забываем, что наушники должны быть со штекером Type-C, ибо стандартного аудиоразъема здесь нет. Ну и раз мы заговорили про аудио, хочу похвалить стереодинамики аппарата. Звук громкий, очень хорошего качества, особенно если у вас активирован режим высокой точности воспроизведения. Предлагаю послушать, как звучат динамики этого аппарата. ...пользователи новыми версиями. Чего-то нового в интерфейсе не предлагается. По сути, это стандартный голый Android. Производительность вакета WP30 Pro просто великолепная. Здесь используется новый восьмиядерный процессор Dimensity 8050, который является мощнейшим чипсетом из того, что когда-либо было выпущено для защищенных смартфонов. Благодаря четырем высокопроизводительным ядрам Cortex-A78 с максимальной частотой 3 ГГц и графическому сопроцессору Mali-G77, он обеспечивает отличную работу даже в самых тяжелых играх. В тесте Antutu аппарат набрал 768-868 тысяч попугаев. За все время пользования смартфоном не было никаких лагов и подвисаний. Все работает четко, как в аптеке. То, что я вижу обычно во флагманских смартфонах, наблюдаю и здесь. Aukitel сделала отличную комбинацию мощного процессора, высокой частоты обновления экрана. Ну и также 12 ГБ оперативной памяти сюда также можно причислить. Все это обеспечивает необходимую скорость и плавность. Ну и конечно здесь имеется возможность расширения оперативной памяти. Если вам 12 ГБ будет недостаточно, можете зайти в пункт, который так называется расширение оперативной памяти и увеличить еще до 12 ГБ. Разумеется, расширение оперативной памяти происходит за счет внутреннего хранилища. Но в целом, учитывая огромный объем хранилища и то, что он имеет очень быстрый стандарт UFS 3.1, теоретически виртуальная оперативная память будет здесь работать великолепно. И возможно пригодится в будущем, но на сегодняшний день смысла ее расширять нет. Сегодня и 8 ГБ это большой объем, а 12 ГБ очень большой, которого хватит при любой работе с многозадачностью. Несмотря на высокую производительность, Dimensity 8050 это энергоэффективный чипсет. Он выполнен по 6-нанометровому техпроцессу и вкупе с мощным аккумулятором на 11000 мАч обеспечивает потрясающее время автономной работы. В среднем можно рассчитывать на 2 дня работы без подзарядки. Если пользоваться аппаратом не особо интенсивно, то можно растянуть вообще на 3-4 дня. Так что за время автономной работы здесь переживать уж точно не стоит. Тем более не забываем, что аппарат очень быстро заряжается от штатного адаптера питания. Что касается камер, то на тыльной части их 3, 108 мегапиксельная основная с модулем от Samsung, 20 мегапиксельная камера ночного видения с модулем от Sony и 5 мегапиксельная макрокамера, вместо которой, конечно же, честно говоря, хотелось бы видеть широкоугольную. Но Аукител считает, что макрокамера важнее. Друзья, напишите в комментариях, какую бы камеру вы хотели видеть больше, широкоугольную либо макро. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу. 108 мегапиксельная камера имеет смысл, если вам нужны какие-то четкие фотографии с хорошей детализацией. В большинстве случаев думаю, что стандартных 12 мегапикселей будет вполне достаточно. Режим SuperNight мне не особо понравился, потому что я в нем не увидел каких-то преимуществ при съемке при плохом освещении по сравнению с обычным режимом. А вот камера ночного видения здесь годная, особенно это касается фотосъемки. В отличие от режима SuperNight, она позволяет снимать в абсолютной темноте такое чудо, возможно, благодаря инфракрасным датчикам. Также из режимов в аппарате имеются такие, как красота, ручной режим, портретная, гиф-анимация, панорама, монохромный, боке и QR-код. Видео камеры снимают максимум в разрешении 4K. С одной стороны это замечательно, с другой стороны отсутствует стабилизация и снимки движения получаются неплавными, как это хотелось бы. Хотя в целом качество, конечно, хорошее. Я небольшой любитель селфи-снимков, но стоит сказать, что камера на 32 Мп мне в этом аппарате очень понравилась. Особенно это касается фотосъемки. Снимки получаются четкие, с хорошей детализацией и цветопередачей. Видео фронталка также пишет неплохо, правда, максимум в разрешении Full HD. Как обычно, предлагаю посмотреть несколько примеров фото и видео и оставить комментарий, что думаете о камере Aukitel WP30 Pro. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, тестирую видео с фронтальной камеры. Движение, думаю, не особо получится. Если не двигаться, то вроде ОК, картинка получается. Также оцените звук, потому что записываю на встроенный микрофон. Ну и напоследок хочу сказать о качестве телефонных звонков. Аппарат умеет работать в сетях 5G. Правда, в России это пока не особо актуально, но может пригодиться в будущем или в поездках. В сетях LTE аппарат работает также без нареканий. Прием сети и передача голоса через VoLTE также превосходный. Никаких отвалов или перезагрузок я ни разу не наблюдал. Телефонная часть работает замечательно. Даже спам номера аппарат отлично фильтрует. Помимо сетей 4G и 5G аппарат также имеет модуль NFC. Если установите MerPay, то сможете оплачивать покупки. Также здесь есть Wi-Fi 6 и Bluetooth версия 5.2. По итогу скажу, что это, наверное, лучше защищенный смартфон в плане производительности и функционала. Из минусов отмечу, разве что отсутствие стабилизации видео. Хотелось бы все-таки видеть более плавную съемку в движении. Ну и полный перевод на русский сделать в последующих обновлениях тоже, думаю, было бы неплохо. В остальном все супер. А у Ketel действительно удалось сделать отличного 5G монстра, у которого есть все. И дизайн нарядный, и отличный большой экран. Частоту обновления 120 Гц, и стереодинамики, и мощнейший в своем классе процессор. Огромнейшее количество памяти. Я, честно говоря, не помню, есть ли еще защищенные смартфоны с хранилищем на 512 ГБ. Да и зарядку на 120 Вт я также ни у кого из производителей не припоминаю. Так что, Ocetel очень хорошо постарались. Смартфон отлично подойдет для адептов экстремальных видов спорта, любителей активного отдыха. Для тех, кто работает на открытом воздухе, где есть пырь, грязь и песок, на строительных площадках. Я думаю, что практически идеальный смартфон для своей целевой аудитории. И, наверное, лучше защищенный смартфон из всего того, что когда-то, когда-либо делала компания Ocetel. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его жирным лайком. Оставляйте комментарии, что думаете об Ocetel WP3 Pro. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, а также другие соцсети и записания к этому видео, если не сделали этого ранее. Ну и главное, не забывайте. Все самое интересное еще впереди.